Эта женщина больше уповает на сгоревший тост, чем ты когда-либо уповал на Аллах, Свят Он и Велик. Разве тебе не стыдно? Ассаляму алейкум варахматуллахи ва баракаду, дорогие братья и сестры и друзья. Так мы и понимаем, что ислам это истина. Клянусь Аллахом, фитра в людях проявляется так или иначе. Видео, которое мы собираемся посмотреть, содержит самый настоящий ширк в действии. Послушайте эту женщину очень внимательно. Она рассказывает о теории сгоревшего тоста. Обратите внимание, какие выводы она делает из этой теории. В которой вы заметите, на самом деле, атрибута Аллаха, Свят Он и Велик. Эта теория возвращает нас ко Всевышнему, а также свидетельствует о нехватке таухида. Послушайте сами. Девочки, мне нужно с вами поделиться теорией сгоревшего тоста, потому что моя жизнь стала значительно лучше с тех пор, как я поверила в эту теорию. Она заключается в идее о том, что если утром твой тост сгорел, и тебе пришлось приготовить второй тост, то в результате этих действий ты смогла избежать ужасной автомобильной аварии. Смысл таков. Любые неудобства, которые происходят с тобой, действительно случаются в твою же пользу, чтобы дать тебе второй шанс в жизни. Так что если понравившийся тебе мужчина игнорирует твои сообщения, что ж, значит он избавил тебя от своего неумелого общения. Если кто-то говорит, что они чувствуют к тебе ответных чувств, отлично, теперь ты можешь найти того, кто будет лучше. Если тебе изменили, то прекрасно. Этот человек показал свое истинное лицо. Это случилось бы все равно рано или поздно, и в какой бы период твоей жизни это не произошло, так будет лучше, чем узнать об этом позже. Все вокруг это сгоревший тост. Ребята, коротко говоря, она говорит о следующем. Теория сгоревшего тоста вкратце звучит так. Ты просыпаешься и начинаешь готовить себе тост. Но он случайно у тебя сгорел. К тому же ты опаздываешь на работу. И что же ты будешь делать? Очевидно, тебе придется переделать свой тост, в результате чего ты сильно опоздаешь на работу. И к чему это проведет? Она призывает не расстраиваться, не злиться по поводу сгоревшего тоста, потому что, возможно, он стал причиной того, что ты избежал бы страшной аварии или чего-то плохого. Братья и сестры, о чем это вам напоминает? Буквально о предопределении Аллаха, об уповании на Аллаха. Это просто невероятно. Коротко говоря, они называют это теорией сгоревшего тоста. Они успокаивают тебя, говоря, мой тост сгорел, тем самым я избежал чего-то плохого, что должно было произойти со мной. Поэтому я буду уповать на сгоревший тост, который спас меня. То есть, вселенная сыграла свою роль. Упование должно быть на Аллаха. Мы верим, что Аллах, святой на великсе и знающий, самый мудрый. И одним из толпов имана является что? Мы верим в предопределение. Например, если я хочу пойти что-то сделать и по какой-то непонятной причине возникает сложность или что-то неожиданно происходит, то думаю, хорошо, это может быть знак, что Всевышний, свят он и велик истинный Бог, защищает меня. Не какой-то там тост, а тот, кто создал, это тост. Тот, кто создал эту вселенную. Тот, кто создал небеса и землю. И тут мы наблюдаем ширк в действии. А таухид это что? Я не обвиняю эту женщину, потому что, очевидно, она этого не знает. Вот почему мы нуждаемся в исламе. Вот почему таухид важен. Вот почему ширк так распространен. Братья и сестры, мы должны уповать на Аллаха. Только посмотрите на уровень упования, не мусульман. Чтобы чувствовать себя довольным, и в этой жизни они готовы поверить теорию сгоревшего тоста. А у вас, мои братья и сестры, это ислам. У вас есть Аллах и его атрибуты, истинный Бог, который заслуживает поклонения. И в то же время вы не можете уповать на Него. Эта женщина больше уповает на сгоревший тост, чем вы когда-либо будете уповать на Аллах, свят он и велик. Разве вам не стыдно? И то же самое касается меня. То же самое относится и ко мне, братья и сестры. Уповайте на Аллаха. Как же часто мы хотим добиться того, что мы считаем для себя благом. Но Аллах говорит в Коране, быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и быть может, вы полюбите то, что является злом для вас. Ислам вас защищает. Когда я принял эту веру, я почувствовал довольство в сердце, потому что знал, Аллах все уже предписал. Я совершаю намаз, выполняю другие обязанности. Держусь подальше от больших грехов, читая Аскары. Но если я куда-то пошел, и со мной произошло что-то плохое, значит, это было предписано. Это лучшее, что со мной могло произойти, потому что Аллах все знающий. Сестры и братья, которые верят в теорию сгоревшего тоста, принимайте ислам и наладьте связь со своим Господом. Вы почувствуете спокойствие на душе, зная, что все было предписано. Даже этот тост сгорел по приказу Аллаха, не сам по себе. До следующего выпуска. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабракяту. Продолжаем сборное строительство мечети и мадресе на приобретение мусафов Корана для нуждающихся бедные страны, а также на обеспечение бедных жителей водой, продуктами питания и финиковыми пальмами. Чтобы принять участие, вам не обязательно вносить большие суммы денег. Даже 10 рублей, пожертвованных вами, будут распределены на все указанные нужды. Давайте объединем наши усилия и покажем, что солидарность и щедрость являются неотъемлемой частью нашей веры. Все отчеты на указанных ниже аккаунтах.